МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Его надо похитить и убить. Такой приказ отдала бывшая руководительница Бесланского филиала Банка развития региона Фатима Костуева своим верным наемником-головорезом. Заказчица преступления оценила жизнь врага в 400 тысяч рублей. Оказалось, что властная и алчная женщина не смогла пережить свою отставку. В банке была проведена масштабная финансовая проверка и Костуеву поймали на незаконных кредитных операциях. Во всех своих бедах Фатима Костуева обвинила новоуправляющего филиалом банка Артура Какаева. Экс-руководительница решила отомстить и наняла киллеров. Так кто же беспрекословно выполнил ее приказ? Как был похищен и убит республиканский банкир? Мы взялись за это дело, и это будет честный детектив. Вместе со мной расследование ведет журналист Ирина Шарапова. 20 октября 2006 года глава бесланского филиала Банка развития региона Артур Какаев вышел из дома, сел в свой автомобиль Нива и поехал в сторону офиса. Но на рабочем месте банкир так и не появился. Его мобильный телефон был выключен. Сослуживцы и родственники Какаева организовали самостоятельные поиски машины Артура. Ни самого управляющего филиалом банка, ни даже следов его Нивы найти так и не удалось. В часа четыре мне позвонили с банка. Не видел где-то брата. В четыре часа еще никаких мыслей, ничего такого не было. Думал, отдыхает человек. Он обычно в выходные без ничего выключил сотовый телефон, где-нибудь на рыбалке. Вот уехал, надоело ему все. Потом второй день, третий уже давали объявление по телевидению. Пропал такой-то, такой-то человек. К поискам пропавшего банкира Артура Какаева подключились правоохранительные органы Северной Осетии. К нам обратилась жительница Владикавказа Анжела Кокаева и сообщила о том, что у нее пропал муж Артур Кокаев, управляющий филиалом Бесланский банка развития региона. То обстоятельство, что муж с утра уехал на автомашине и вечером не вернулся, послужило основанием для того, чтобы возбудить уголовное дело. В ходе проверки было установлено, что Артур Кокаев характеризовался он очень порядочным, честным, интеллигентным, пунктуальным человеком. И чтобы местонахождение его не знала семья или руководство банка, таких случаев никогда не было. В республиканском МВД был создан оперативный штаб. Лучшие силы правоохранительных органов были брошены на поиски банкира Артура Кокаева. Сыщики вместе с участковыми инспекторами прочесали все районы города. Местные жители активно сотрудничали с милиционерами. Такая работа с населением принесла результаты. Поступила информация о том, что в один из частных домовладений завезена, стоит автомашина, которую разбирают или собирают. В общем, надо ее проверить. На место приехала бригада опытных экспертов-криминалистов. Они внимательно изучили кузов подозрительного автомобиля. Мы выехали по адресу Калуэлла-144, город Владикавказ. При осмотре места происшествия мы во дворе данного домовладения обнаружили автомобиль-кузов автомобиля ВАЗ-2121. Основные детали, которые были установлены на данном транспортном сессии, были обнаружены как во дворе, так и в помещении, во всех комнатах. Идентификационный номер кузова был уничтожен. Дублирующая бирка на данном транспортном сессии была срезана. На кузове автомобиля двигателя, конечно, не было, которые мы могли бы установить, принадлежав данные транспортные сессии, пока его либо нет. При более тщательном исследовании в салоне, под слоем грунтовки, мы установили идентификационный номер данного кузова. По этому номеру мы уже установили, что элементы кузова уже принадлежат автомобилю, по которым управлял Кукаев. Машина есть, да, это машина банкира, да, банкир исчез. Где его искать, банкира? Куда он мог деться? Никаких признаков. Машину обследовали с использованием всех экспертных возможностей, с биологов и прочей службы, которые могли, медицинские, могли нам дать, есть ли наличие крови, следы насилия, порох там и так далее. Абсолютно все чисто, в машине ничего не было. В частном доме, во дворе которого обнаружили кузов Нивы, в тот день никого не оказалось. Сыщики осмотрели все комнаты и территорию участка, опросили соседей. По их словам, в доме жил ранее судимый Георгий Алибеков. К нему часто приезжали подозрительные граждане. В последние дни они возились с машиной. Оперативники приняли решение дождаться владельца дома и выяснить, каким образом автомобиль банкира оказался у него во дворе. В данном домовладении мы оставили свою засаду. Утром в домовладении появился Алибеков. В момент задержания он оказал сопротивление, тем более у него находился пистолет при нем. Ну, задержали. Доставили уже сюда. Естественно, был он один и как бы от всего отказывался. Его притащили. Он находится в кабинете. Опять-таки с ним беседа. Ничего не знаю, понятия не имею. Я такой весь хороший. Конечно, вы мне не доверяете, подозреваете. Я ранее привлекался к ответственности. За мной такой шлейф. Но я хочу быть честным, хорошим, законопослушным. Ох, как вы меня все не любите из-за моей прошлой жизни. Во время допроса матерый рецидивист Алибеков заявил, что бэушную Ниву он купил у незнакомого ему грузина. Как зовут покупателей, где он живет, не знает. Документов на авто не было. Подозреваемый рассказал, что планировал разобрать машину на запчасти и продать на авторынке. К счастью для сыщиков, Алибеков и его сообщники не успели полностью уничтожить Ниву банкира. Следователи понимали, что к ним в руки попал опытный уголовник, который не будет помогать в расследовании громкого дела. Тем не менее, с Алибековым проводили многочасовые допросы. Безрезультатно. Алибеков же играл, что он такой спокойный, так ему все безразлично и так далее. Я ему предложил со следователем, с нашими, побеседовать с ним. Давай-ка, если мы такие безбоязненные, сработаем в полиграф. Ну, то есть детектор лжи. Так в простонародье этот прибор называют. Ну, он говорит, давайте. Он начал реагировать на вопросы, задаваемые нами, что убили, и идет реакция. То есть совершено убийство. Убили ножом – нулевая реакция. Убили, застрелили огнестрелем – положительная реакция. Убили, раздавив, допустим, условно говоря, машиной – нет, ноль реакции. Убили вообще или отправили в командировку, но убили реакции. Сожгли, выбросили в воду. Там целый ряд вопросов, что сделали с трупом. И реакции нас сожгли. После того, как подозреваемого протестировали на детекторе лжи, следователи внимательно изучили заключение экспертов и пришли к такому выводу. Георгий Алибеков участвовал в похищении банкира и знает, что случилось с Артуром Какаевым. Оперативная бригада решила повторно обследовать район, где без вести пропал Какаев. В очередной раз детально прочесали местность и, как оказалось, не зря. В одном месте мы нашли кострище, не характерное для садоводов. Часть золы извлечена, то есть она не вся там. Следы, как лопаты, чем-то сгребали было. Поискали слегка и находим там фрагментированные части слегка, небольшие кусочки человеческих, ну, костей сожженных, обуглившихся таких. Мы нашли часть зубного аппарата с коронкой, под коронкой нашлись и клетки ДНК. Ну и дальше уже начали искать средства убийства. Мы нашли там гильзу. Пока судмедэксперты работали в своей лаборатории и изучали обнаруженные биологические останки и вещдоки, найденные на кострище, оперативники и следователи еще раз побеседовали с подозреваемым. Однако Георгий Алибеков по-прежнему стоял на своем. По хищению банкира он никакого отношения не имеет. Тогда представители следственной группы решили разыграть оперативную комбинацию. Алибекову сообщили о том, что в ближайшие дни еще раз будут прочесаны все районы в поисках места, где могли сжечь тело. К тому времени матерый рецидивист обзавелся в СИЗО нужными связями и приобрел мобильный телефон, по которому связывался со своими друзьями и родственниками. Итак, его вывезли в изолятор, создали всю систему контроля. Он сумел приспокойненько добраться, думав, обхитрив нас, что взял телефон, сделал звонок и все, кольцо замкнулось. Быстренько убери то, что там на берегу, залу и так далее. И когда вся эта система и его указания начали осуществляться, уже и снег выпадал, но это уже и место охранялось, и накрыто было, мы все нашли, но мы еще не знали, что это труп нашего покойного потерпевшего банкира. Но Алибеков уже сработал. Среагировал? Среагировал, да. Он заинтересован был убрать экстренно эти останки. И следственного изолятора подозреваемый Георгий Алибеков позвонил своему брату Сергею и попросил замести следы. Он по телефону сказал, надо нам убрать. Я говорю, где убрать? Ну вот, где убрать дрова. Оказалось, что брат Алибекова привозил на своем автомобиле в лес целую связку дров. Зачем Георгию нужны были дрова, Сергей не знал. Я понял, что там надо дрова убрать. Я ему говорю, пиши по смсу. Я говорю, ну как я их уберу? Там, говорю, снег весь вами говорит. Еще раз. Как вы поняли, где убрать надо? Там же, куда дрова привезли. То есть убрать то место, куда вы привозили дрова. Я вас правильно понял? Да. Правильно я вас понял. Пообщавшись с братом главного подозреваемого, сыщики установили и других сообщников преступной группировки. Георгию Алибекову беспрекословно подчинялись. Марак Сагоев и Заурбек Гунасов. Их также задержали и доставили в СИЗО. Они рассказали, что организатором похищения главы бесланского филиала Банк развития региона Артура Какаева был именно их босс Георгий Алибеков. Как оказалось, за домом банкира было установлено круглосуточное наблюдение. Перемещение руководителя филиала по городу детально отслеживались преступниками. Утром 20 октября 2006 года главарь банды сообщил своим подельникам. Сегодня будем похищать банкира. Выезжала машина Нива рукой во рту. Мы вылезли из машины, подошли к нему. Георгий представился сотрудникам милиции. Попросил, чтобы он пересел в нашу. А из каких соображений вы это делали? Мы не знали, что мы похищаем человека. Я реально лично не знал. Алибеков представился сотрудником милиции. Попросил Кокаева сесть в машину. Как только он сел в машину, Гунасов натянул ему на голову шапку, одел ему наручники. И они его привезли в домовладение, где в дальнейшем в принципе была и обнаружена служебная автомашина Кокаева. Там Кокаева в этом домовладении связали скотчем, заклеили ему рот скотчем. Как только задержанные начали активно сотрудничать со следствием, неожиданно для всех согласился давать показания и сам главарь банды Георгий Алибеков. Если верить обвиняемому, похищение главы филиала банка Артура Кокаева он организовал и совершил по просьбе его близкой родственницы Фатимы Костуевой, которая так же, как и банкир Кокаев, трудилась в том же филиале и на момент совершения преступления являлась его заместителем. За устранение Артура Кокаева алчная женщина пообещала заплатить лидеру банды Алибекову 400 тысяч рублей. Во время следственных действий Георгий Алибеков пытался убедить всех в том, что он не хотел убивать банкира. Сразу после похищения он якобы неоднократно пытался склонить руководителя филиала банка, добровольно сложить свои полномочия и не мешать Костуевой заниматься финансовыми махинациями. Так как разговор не клеился у нас и мы взаимопонимания не находили, я решил его еще раз напугать. Посадил в машину и выехали на Бесланское шоссе. Но я ему по дороге все равно говорил, что надо оставить эту работу, что на другое место ему надо переходить. Мы вышли из машины, я сказал, вы не то, я и Кукаев. Вы и Кукаев. Я опять начал настаивать, чтобы Кукаев освободил моста управляющего. Я отстегнул наручники. Ниже нами начался спор. Разговор был очень громкий, я ему говорил, чтобы он не кричал, чтобы он вел себя, и в этот момент он хотел меня ударить. Я отошел в сторону. Он видел пистолет у вас? В тот момент у меня не было, я потом его взял. Я достал пистолет и сказал, что он вел себя спокойно. Но все это не повлияло на него. Он на меня бросился и пистолет у меня быстрее. Конечно, этим показаниям Алибекова никто и следственные бригады не поверил. Ведь на самом деле главарь банды хладнокровно выполнил приказ своей заказчице, родственнице Кастуевой, которая потребовала не только похитить, но и убить банкира. Тело банкира бандиты решили сжечь. На место убийства привезли газель, полностью забитую дровами и пиломатериалами. Далее я эти дрова сложил на Кукаеве и поджил. Каким образом вы подожгли? Облил бензин, он поджил. Там ничего не осталось. Все сгорело. Ну там кусти остались. Немного. Ну что? Я собрал их в мешочек и выкинул в речку. Главарь банды вместе со своим верным подельником Зурбеком Гунасовым уничтожил тело банкира. А пистолет ТТ, из которого и был убит управляющий филиалом банка, спрятали в особняке Гунасовым. Как только участники этого громкого преступления оказались в СИЗО, мать Зурбека Гунасова попыталась замести следы. Она достала оружие из тайника и бросила с моста в реку. С помощью мощных магнитов эксперты-криминалисты отыскали на дне реки этот важный вещдок. Бывшая руководительница бесланского филиала банка Фатима Костуева, заказчица убийства Какаева, в отличие от своих подельников, наотрез отказалась давать показания представителям следствия. Она до сих пор считает себя невиновной, о чем и сообщила нашей съемочной группе. Почему Фатима Костуева так испугалась перемен в своем филиале банка и нового руководителя Артура Какаева? Об этом стало известно в ходе расследования. Элементарная, я думаю, элементарная человеческая жадность, непорядочность. Видимо, не смогли договориться. Там были растраты какие-то в банке, какие-то схемы не те. Я так понял, что моего брата туда устроили, чтобы он навел там порядок. То есть, чтобы все было компьютеризировано, автоматизировано, чтобы, грубо говоря, никто ничего не мог там сделать. Были выявлены, скажем так, многочисленные факты того, что кредиты выдавались на людей, которые понятия не имели о том, что они действительно получали кредит. То есть, их подписи были подделаны, документы для получения кредитов также были подделаны. Два кредита по 3 миллиона каждый. Также были оформлены по фиктивным документам. Ну, столь лишь разница, что руководители были в курсе того, что на них оформляется кредит. Ну, Фатима Костуева, она сама не занималась оформлением документов. Она лишь давала указания на оформление тех или иных документов, что подтверждалось в ходе допросов работников филиала. И эти люди, в конце концов, были допрошены. Они дали показания, те, что да, они оформляли данные кредиты, но по указанию руководителя, так как Костуева являлась руководителем фактическим банком. В бесланском филиале банка, где трудилась Фатима Костуева, регулярно бывал ее родственник Георгий Алибеков. Он тоже получал кредиты по поддельным документам. А это значит, что Костуевой и Алибекову было выгодно, чтобы никто никогда не узнал об этих махинациях. Поэтому отстранение Костуевой от должности и появление нового управляющего Артура Какаева сильно их напугало. В начале 2007 года в Верховном суде Республики Северная Осетия Алания начался судебный процесс по делу об убийстве банкира Артура Какаева. На скамье подсудимых оказались заказчица преступления Фатима Костуева, организатор и исполнитель Георгий Алибеков, а также двое у сообщников Марат Сагоев и Зурбек Гунасов. 27 января автозак с подсудимыми выехал с территории Верховного суда и направился в сторону следственного изолятора. По дороге главарь шайки Георгий Алибеков устроил спектакль, сымитировал приступ язвенной болезни и потребовал срочно остановить автомобиль. Конвоиры в нарушении инструкции сделали остановку и открыли дверь автозака. В ту же секунду матерый рецидивист Георгий Алибеков выхватил пистолет ТТ и открыл огонь по сотрудникам милиции. Конвоир Асланбек Джинзалов был убит на месте. Еще четверо охранников получили тяжелые ранения. Подсудимому Алибекову удалось бежать. В городе по тревоге были подняты все экипажи милиции, но по горячим следам Алибекова найти не удалось. Сыщики выяснили, что подсудимый получил оружие еще в следственном изоляторе. Один из работников СИЗО передал ему пистолет. После долгих поисков оперативникам МВД Северной Осетии удалось вычислить квартиру, где прятался особо опасный преступник Георгий Алибеков. Милиционеры потребовали, чтобы Алибеков сдался, но тот открыл огонь, а последний патрон оставил для себя. Как только спецназ ворвался в квартиру, Алибеков пустил себе пулю в голову. В апреле 2008 года Верховный суд Северной Осетии вынес приговор по делу об убийстве банкира Артура Какаева. Марату Цагоеву дали 7 лет решения свободы. А Заурбек Гунасов и Фатима Костуева, заказчик похищения и убийства управляющего филиалом банка, получили по 14 лет тюрьмы каждый. Фатима Костуева обжаловал приговор. В результате местный судья почему-то отправил Костуеву отбывать заключение не в колонию строгого режима, а в колонию поселения. Сейчас Костуева находится в Саратовской области, чувствует себя замечательно. В отличие от других осужденных, она не ходит на ферму доить коров, а сидит в канцелярии спецучреждения и надеется вскоре выйти по УДО. Таким мы увидели громкое дело об убийстве банкира Артура Какаева. Это был честный детектив из Северной Осетии и Саратовской области. Выводы делать только вам. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ